Психическое здоровье депутатов, отмена государственных праздников и вездесущий львовский мусор. Эти вопросы и не только поднимали сегодня на сессии Одесского облсовета. В зале традиционно было горячо, за что же в итоге проголосовали. Об этом в следующем материале. Возле облсовета митинг студентов. Просят увеличить финансирование профтехучилищ. Выделенных денег, дескать, хватит лишь до конца весны. Депутаты облсовета обещают вернуться к этому вопросу, но позже. Начинается сессия целым рядом обращений. Представитель ОПОБЛОКа бьет тревогу. В комитетах Верховной Рады на рассмотрение сразу три законопроекта о языковом вопросе. Самый скандальный предполагает в частности штрафы для учителей за реплики не на украинском. Виталий Саутенков призывает коллег обратиться к парламенту, чтобы в Раде не допустили подобной дискриминации. Мы не против украинского языка, но надо уважать языки национальных меньшинств, которые у нас в таком полном объеме присутствуют в Одесской области. Кроме того, политик призвал выступить против инициативы директора Института национальной памяти Владимира Авиатровича. Тот, дескать, предлагает отменить в Украине выходные дни 8 марта и 1 мая, а традиционный день победы видоизменить. Он предлагает заменить его на 8 мая, день примирения. Но я хочу отметить, что когда 8 мая Европа праздновала день примирения, наши деды еще гибли и проливали кровь в Берлине. Однако предложение оппозиционера коллеги не поддержали. Не хватило двух голосов. На трибуну тем временем вышел уже другой представитель полицилы. Инициативу Ирины Ковалиш потребовать от президента разобраться с львовским мусором депутаты поддержали. А вот предложение приостановить формирование госпитальных округов до тех пор, пока не будет изучена ситуация с медобеспечением в районах, даже не внесли в повестку дня. После чего Ковалиш выдвинула еще одну идею, тут же вызвавшую шум в зале. Прошу включить до порядка ДНГ Таня про щоречный медичный огляд депутатов Одесской областной ради. Зокрема на психологические разводы и наркотичную залежность. У нас участились случаи срыва заседаний постоянной комиссии. У нас есть попытки устроить драки в кулуарах. Депутаты отшучивались. Мол, скрывать им нечего. Ни наркоманы, ни психи. Но, тем не менее, в повестку дня вопрос вносить не стали. Что нам скрывать? За 36! Я вас поздравляю, Родина будет знать своих героев. А вот, собственно, и имена героев. Результаты голосования на сайте облсовета. Так, против прохождения медосмотра у нарколога и психиатра в полном составе выступила фракция партии под названием «Доверяй делам». Это политическая сила действующего мэра Одессы Геннадия Труханова. Оксана Марченко, Юрий Красновский. Подробности – телеканал «Интер» Одесса.